Увеличить выплаты пенсионерам и ветеранам призывают в аппозиционном блоке. Для обсуждения этой проблемы собрали целый круглый стол в конференц-зале парламента. Все подробности этого заседания в нашем материале. Ветераны должны настоять и вернуть наш праздник победы. Я не поменялся, теперь это все. День Пару, Сиреновья, образовавшийся в десяток вольт. Пока в рабочем зале Верховной Рады пусто, в конференц-зале бурные обсуждения. Собрались члены ветеранских организаций, участники Великой Отечественной и нардепы. Главная тема заседания – социальная защита ветеранов. По словам активистов, сейчас мало кто вспоминает героев тех времен. Из 6,5 миллионов наших соотечественников на фронтах, 2,5 миллиона были награждены правительственными наградами. Нам есть кем гордиться. Но по мнению оппозиции, власть не замечает проблем ветеранов и меняет приоритеты вместе с историей страны. Сегодня мы слышим о декоммунизации, мы слышим о переименовании улиц, памятников, мы слышим о переименовании и переписывании наглой циничной истории. Первое. Нет попыткам переписать историю, нет попыткам преуменьшить подвиг народов в Великой Отечественной войне. Это мы все видели на то, что творилось на памятнике Ватутина меньше, чем месяц назад. И поддержать ветеранов, поддержать чернобыльцев, поддержать всех, кто помогал стране в сложное время и очень нуждается в том, чтобы страна помола им. А вот помощи ветеранам как раз и не хватает. Пенсия маленькая, после введения монетизации льгот на проезд, пенсионеры не смогут пользоваться общественным транспортом. Три транспорта и обратно три. Это шесть талонов. Я использую. А дальше, а завтра мне надо по другому врачу и так далее. У нас никогда не сделают так, как положено ветеранам. И очень много вопросов, которые поднимают люди, и они остаются за пределами внимания сегодняшней власти. Мы об этом говорили открыто, но мы будем настойчиво добиваться этого. Мы видим, насколько блокируются все социальные законы, все социальные инициативы, которые помогают пенсионерам, которые должны помочь пенсионерам выжить в это сложное время. Такая ситуация из-за неправильной политики власти, уверяют в оппозиционном блоке. Ведь сегодняшние реформы лишь усугубляют ситуацию. И все так называемые псевдореформы, они привели, это и пенсионная, и медицинская так называемая, они привели к тому, что люди живут все хуже и хуже. При смене власти эта политика будет изменена и морально, и материально. Мы поддержим ветеранов и пенсионеров. После встречи ветераны и нардепы почтили память погибших в Великой Отечественной и возложили цветы к Мемориалу Вечной Славы. А потом, как символ мира, запустили в небо голубей. Три, два, один, старт! Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.